Пучик полнышка играет огоньками быстрыми, и пальцы сосуды тают порыгами и солью... Средняя каменно-озерная школа продолжает работать, несмотря на отсутствие отопления. Перед началом учебного процесса школьные коридоры нагревают пушкой. Правда, толку мало. Включают пушку и школу обогревают. Теплее становится от этого? Да. А на какое время хватает? Наверное, на один урок или даже на два. Уроки по 30 минут. По просьбе учителей дети приносят с собой в школу теплые подстилки. Стулья уж больно холодные. А преподаватели и дети, несмотря на правила этикета, находятся в помещении в пальто и куртках. Не очень неудобно. А вот это мешает. Трудно так писать. Учителя твердят, из-за полного отсутствия тепла в школе срывается учебный процесс. Вторая половина дня. Дети у нас, у меня второй класс по ВГОСу занимаются, на кружки приходят, но с условием, что сходят домой погреются, а потом уже возвращаются. Видно, что дети мерзнут и содрогаются, и часто приходится делать и физминутки. Отопительные трубы обрезаны. Школу и местную больницу отрезали от старой котельной. Содержать ее стало невыгодно. Принято решение устанавливать новые. К каждому учреждению свою небольшую. В местной больнице, кстати, ситуация в точности как в школе. В каждом кабинете работает электрообогреватель, но в коридоре температура практически уличная. Маленький ребенок, он и так болеет. Стали раздевать. Главврач участковой больницы заявил, что пока никакого увеличения уровня заболеваемости нет, да и хочется надеяться, что отопление вот-вот дадут. По крайней мере, работа вовсю кипит, а пока приходится выкручиваться. Прием больных осуществляется в полном объеме. В стационарах круглосуточного пребывания сейчас больных нет. Оказание медицинской помощи осуществляется в стационарах на дому. В разговоре без камер рабочие заявили, что день-два и отопление дадут. Якобы сегодня систему в школе уже опрессовывают. Под давлением трубы простоят сутки, а затем стартует настоящий, пусть и с опозданием, отопительный сезон. В администрации Оренбургского района сегодня сообщили, что они заключили договор с частной компанией, которая, в свою очередь, нанимает подрядчиков для работы. Так вот, профессионализм сотрудников подрядной организации, которая трудится над отопительной системой Каменно-Озерного, оставляет желать лучшего. Сроки работ сорваны. Как оказалось, монтаж, которому приступили рабочие в Каменно-Озерном, должны были выполнить еще в конце августа. Отсюда и отсутствие тепла в школе и в больнице. Лев Ермош отметил, что отопление должны были дать еще 1 октября. Эта дата в договоре значится крайним сроком. Организации, с которыми они заключили договора со специализированными организациями по строительству котельных, те не выдержали, так скажем, сроки строительства. Все-таки, наверное, слабоватая квалификация. По заверению Центра инвестиционных технологий, во вторник обещают запустить котельные. Продолжение следует...